Так, всем привет, меня зовут Оля Ермилова, сегодня у нас с вами эфирчик, я решила сделать на тему, почему с вами постоянно происходят одни и те же ситуации, потому что, по-моему, я уже эту тему даже когда-то поднимала, но вопросов всегда очень много, почему я притягиваю все время в свою жизнь одно и то же. И у кого-то это связано с отношениями, потому что бывают отношения, которые как две капли воды, человек из одних отношений уходит, другие отношения приходят и они снова точно такие же. Кто-то постоянно встречается там с женатыми, у кого-то постоянно какие-то парни, которые у них берут деньги, у кого-то еще какие-то свои приколы, ну в общем, как говорится, у каждого какая-то своя история. У кого-то то же самое происходит в бизнесе, например, когда вы пишете о том, что я красивая сегодня, мне, конечно, приятно, но сразу складывается ощущение, что в остальные дни я некрасивая, это неправда. Вот, ну спасибо. Итак, очень часто такое бывает в работе, в бизнесе, когда люди говорят, ну почему я, блин, притягиваю все время таких клиентов, почему со мной это все время происходит? Или какая-то жизненная ситуация другого рода, тоже такое бывает там, ну так или иначе, наша жизнь это или работа, или личная жизнь, как-то другого у нас нету. Мы постоянно оказываемся в каком-то таком круге. Мало того, многие люди замечают, что их жизнь похожа на вообще некую цикличность, то есть, когда все происходит вообще по одному сценарию. То есть, если всю жизнь разложить, то, в принципе, один день очень сильно похож на другой день, и вообще все в жизни вот-вот как-то так, да? Или из истории опять не получилось, или из истории, ну так всегда. Часто нам еще говорили, ну ничего удивительного, за тобой это происходит всегда. Почему? Почему такое есть? Как правило, люди любят решать свои проблемы на том уровне, на котором эти проблемы происходят. Ну что я делаю не так? То есть, когда у нас есть какая-то проблема в наших поступках, мы пытаемся проанализировать свои поступки. Что я сделал не так? На каком этапе? Это потому что я так подошел? Или потому что я так сказал? Но это такое достаточно, ну не то чтобы глупое действие, но нерезультативное. Потому что решение проблемы всегда лежит чуточку выше самой проблемы. Для того, чтобы любую проблему нам решить, нам необходимо как бы абстрагироваться от нее, да? Выйти из этой каши и посмотреть на нее как бы со стороны. Так вот, все, что касается наших вопросов с вами, которые связаны с ситуациями в действиях, да? То есть, когда что-то происходит постоянно. И мы пытаемся понять вот в чем, в чем вопрос. В данном случае нам всегда необходимо смотреть не на действия, которые происходят, а на те убеждения, которые у нас с вами существуют. То есть, на то, о чем мы думаем в этот момент, то, что у нас сформировано. И, например, если мы будем с вами рассматривать ситуацию в отношениях, да? На примере личных отношений. Почему, например, мои все отношения похожи там как под копирку, да? Вот всегда такое-то начало, потом все так классно, а потом, например, он мне изменяет. Или, а потом он меня бросает, а потом он мне говорит, как это было в юности, ты слишком для меня хорошая. Девочка говорит, ну почему так со мной происходит? Ну что я делаю не так? Ну, во-первых, начнем с того, что действительно то, что ты делаешь, ты делаешь каждый раз одинаково. А как известно, для того, чтобы получить иной результат, необходимо совершить другие действия. Но давайте с вами подумаем о том, а почему мы совершаем какие-то действия. Потому что у нас есть с вами некая программа личных убеждений, да? То есть убеждения – это некие такие для нас объяснения, почему мы поступаем так. Ну, например, давайте из любименьких моих примеров. Например, девушка все время встречается с женатыми мужчинами, и каждый раз она надеется, входя в новые отношения, верит ему, когда он говорит, что, ой, ты знаешь, у нас такая проблемная семья, я на самом деле вообще уже не знаю, почему мы вместе, и я думаю о том, чтобы уйти. Потом он ей признается в любви и говорит, я тебя очень люблю, и когда-нибудь я уйду, да? И мы все знаем такие, это сериальные достаточно состояния, ну как бы в сериалах всегда так происходит. Я уже не помню, как происходит в обычной жизни, но это классическая ситуация, когда девушка встречается с женатым мужчиной и ждет, что он бросит свою жену, и он сильно уверен, что он ее очень сильно любит, значит, и он обязательно бросит жену. Но мужчина не бросает свою жену в большинстве случаев, да, в классических, понятно, что бывает разно, в классическом случае он не бросает жену, и в какой-то момент он приходит и говорит, ты знаешь, либо моя жена слишком больна, либо сейчас так ситуации повернулись, либо я тебя слишком люблю, и мне больно делать тебе больно. Ну, короче, мужик нормально всегда находит, что сказать, и значит, она остается сама, но, как правило, с таким чувством, что да, мы с ним будем вместе в следующей жизни. Потом она опять начинает с кем-то встречаться, и опять какой-то женатик подворачивается. И снова такая же история. И вот когда это происходит там третий, четвертый, пятый, а у многих даже десятый раз и более, у девушки закрадывается в голове мысль, а что происходит, почему я вдруг вошла в некий такой циклический момент. И тут важно понимать не что она делала, а вообще, что она излучает, о чем она думает. Какие наши убеждения, а именно наши мысли, я повторюсь, убеждения, это то, что мы себе вкладываем в голову, как программу. Если нам много раз что-то повторять, мы в какой-то момент начинаем в это верить. И вот что есть, какая такая программа на уровне убеждений есть у этой девушки, что она все время притягивает женатых мужчин. Возможно, вариантов много на самом деле, тут нужно разбираться в классическом случае, но я хочу, чтобы вы понимали, на каком уровне разбираться. Разбираться нужно с убеждением, а не с тем, что она не так делает. Потому что наши действия обоснованы нашим убеждением. Сейчас буду на примерах объяснять. То есть, например, у девушки есть такой опыт, что ее знакомая или мамы на подруга, или даже мама однажды вышла замуж за мужчину, который был женат, и он там развелся. Ну, к примеру, и у нее такое сформировалось, такое убеждение, что такое бывает, такое может быть, и типа это прикольно. Либо бывает прикольнее еще, когда ее папа ушел из семьи какой-то другой женщине. И у нее на каком-то подсознательном уровне тоже сформировалось убеждение, что женатый мужчина может уйти из семьи, и по какой-то причине это даже хорошо. Есть какие-то такие у нее причины, что-то там происходило. И это первое убеждение, которое дало ей понимание того, что почему-то женатый мужчина это хорошо. Ну, вот почему-то у нее есть такое определенное убеждение. Соответственно, это может быть один из вариантов. Может быть вариант совершенно другой. Например, эта девушка не хочет, для нее очень важно выйти замуж за состоятельного мужчину. И у нее существует убеждение, что состоятельный мужчина это взрослый мужчина. То есть, когда женщина говорит, например, девочка там в 20 лет, мне нравятся мужчины постарше. Как правило, они нравятся ей не потому, что у них более старая кожа, не потому, что они, не знаю, там пожили и увидели жизнь, или потому, что они разведены. Ей нравятся они потому, что они обеспечены, потому, что они прошли некий уровень. Обычный мужчина, ей тракторист не нравится, Гриша, которому 40, а мужчина 40, который состоялся, у которого есть автомобиль хороший, у которого есть классный там свой бизнес, компания. Вот, он такой ей нравится, потому, что с ним интересно. Ну, естественно, он может пригласить в классный дорогой ресторан, он может купить шмотки, соответственно, он может решить ее проблемы, да, которые у нее сегодня есть. У нее сегодня проблема, как пожрать, как купить себе какое-то платье. Это, ну, это нормальная, абсолютно естественная штука. Мы сейчас ни в коем случае не вешаем никакие ярлыки. В 20 лет у тебя действительно такая проблема. Тебе хочется быть очень красивой, ты очень молодая, красивая, классная, но у тебя нет денег. То есть, это, как бы, классика жанра. И, соответственно, у нее есть внутреннее такое убеждение, а может быть, какой-то первый опыт, который был, что взрослый мужчина автоматом быстро решает все мои проблемы. У меня была такая история, я честно говорю, что мужчина, который состоялся, почему? Потому что, например, я встречалась с мальчиком, которому было 17 лет, и, как бы, с которым особо делать-то было нечего, потому что болтать особо скучно, стремлений у него особых нету, живет он с родителями, ну, то есть, типа, что с ним делать? Да, сначала романтика, типа, там, все цветы, фейерверки, а потом что? А потом непонятно что. Он как-то такой, типа, куда-то бы там на работу устроиться, или с пацанами пиво побухать. То есть, ты понимаешь, что мужчина постарше тебе интереснее, и ты в себе эту программу формируешь. Ага, мне нужен мужчина постарше. Вот. И вот вам момент, да, то есть, это есть убеждение, что взрослый мужчина – это классно. В какой-то момент может сформироваться убеждение в контексте того, что мало того, что классно взрослый мужчина, так еще и второе накладывается. Мужчины уходят, да, например, от своих жен. Следующее убеждение – я очень классная, за такой девушкой, как я, любой мужчина уйдет. Или следующее убеждение, например, когда папа ушел от мамы, он ушел к более молодой девушке. И у вас есть следующее убеждение, что взрослые мужчины любят молодых. Когда мужчине 40-50, он уходит к молодой. Откуда-то. И вот эти ваши убеждения и создают вот этот замкнутый круг. То есть, вы для себя рассматриваете определенный типаж мужчин. И у вас сформировано определенное поведение. Вы ходите в какие-то конкретные места, где такие мужчины обитают. То есть, вы ходите в фитнес-клуб не для того, чтобы просто потренироваться, а в такой фитнес-клуб, который, может быть, не всегда вам по карману, но в котором есть определенные мужчины. Вы ходите в заведения не в те, в которых семьями отдыхают, а там, где можно познакомиться с определенными, респектабельными мужчинами, потому что вы хотите построить там свою какую-то личную жизнь. То есть, ваш набор вот этих вот поведенческий фактор, он обоснован вашими убеждениями. Мне нужен такой-то мужчина, и я его там, значит, должна найти. Вы не знакомитесь с ребятами помладше. Вы не рассматриваете для себя вариант, если там вот мужчина не обладает каким-то набором критериев. Потому что вы убеждены, все, кто помладше, идиоты, или они еще бедные, мне не подходят, или я для такого не создана, мне нужен такой, который носит меня на руках и который может обеспечить все мои прихоти. И хотите вы этого или нет, это набор ваших убеждений, который и притягивает к вам определенный типаж. А дальше уже идет ваш момент взаимодействия. Очень многие девочки, я не знаю тоже, как это происходит сейчас, потому что дети мои еще не доросли, я пока не могу вам сказать, как это в современном мире происходит, а я посредине, я от этого отошла, а с детьми еще не пришла. Поэтому точно не знаю, как это происходит сейчас. Ну, например, у девочки есть модель поведения, и же надо мужчину сразу же привлечь. Естественно, что молодая, красивая девочка, давайте будем с вами рассуждать так, она привлекает мужчину сексуально. И изначально женатый мужчина, когда знакомится с девочкой, точно не смотрит на нее, как на будущую спутницу жизни. Это все понимают. Ну, давайте, логически, да, это же логично, что он не думает, так, какая симпатичная девочка, может быть, она умная, может быть, я заменю ее на свою жену, а то старенькая-то у меня уже поистоскалась, а это, в принципе, могла бы быть ничего. Дети с ней нормальные будут. Я таких мужчин не встречала, вот честно. Поэтому мужчина, как по мне, взрослый, вот если я взрослая была мужчиной, я бы смотрела, и я бы ходила в какие-то места, где были бы какие-то девушки, я бы понимала, в чем я туда хожу, да. То есть, если я допускаю себе какие-то отношения на стороне, то, естественно, как женатому мужику, мне не нужны серьезные суперотношения. Ну, то есть, мне не нужны отношения, в которых там замуж я буду брать. Я буду, хочу, ну, потрахаться прикольно с девочкой молодой, там, ну, не знаю, энергию ее получить, в конце концов. Тут уж все зависит от уровня мужчины. И поэтому абсолютно естественный фактор, что когда мужчина смотрит на девочку, первым делом он смотрит на нее, но он ее хочет или не хочет. Но если он ее хочет, то мне как бы сложно представить в современном мире успешного мужчину, учитывая, как мало у него свободного времени, который готов, например, там 10 свиданий, не заниматься с ней сексом. Ладно, готов с ней 2 свидания, не заниматься сексом. Скорее всего, это первое свидание. Или второе? А лучше первое. А теперь представим себе, мужчина по природе своей охотник. На первом свидании он получает секс. И, например, ему этот секс очень понравился. Типа прикольный, и малая прикольная. Уже рассуждаю, как мужик. И он думает, прикольно. Кажется, что мужчина может часто менять женщин. Но если мы берем нормального мужчину, гипотетически, то это напряжно менять женщин. Ну согласитесь, реально напряжно. Потому что этих женщин много становится. Ты путаешься в их именах, что-то надо кому-то покупать. Ну типа 2 максимум. Ну это напряжно. Если тебе малая нравится, то какое-то время, как ботинки, ты купил их и поносил. Господи, это ужасно все, я говорю. Но да, это правда. Вот смотрим на жизнь, как она есть. Соответственно, он вступает с этой девочкой в какие-то отношения. В какой-то момент ему с ней очень хорошо. Он может ей признаться в любви. Она, естественно, что делает девочка, в отличие от мужчины? Она все. Она уже выбирает свадебное платье. Она уверена, что если он изменяет жене, то 100% жена там умирает. Она страшная, скорее всего. С ней какие-то явные проблемы. И он полюбил ее. Почему? Потому что ее не полюбить нельзя. Она убеждена, что она очень клевая, и он ее точно полюбил. И начинается такая история, когда она воспринимает мужчину, вот как она воспринимает по своим убеждениям, что мужчина любит больше молодых, что вот тот ушел от кого-то, значит, и этот может уйти. Короче, у девочки идет своя история. У мужика идет своя история. И, соответственно, у них разные истории. Потом что происходит? Потом либо у мужика просто много дел, либо ему тупо надоело, либо девочка начинает нависать. Она начинает, он говорит, я тебя люблю. Короче, он понимает, что сейчас начнется проблема. Начинается вот эта любовь, а не дай бог смс-ки не в то время. То есть, когда она начинает валить на его территорию. А мы бабы, да? Винишко. И давай мишки наяривать. Потому что особенно выходной или праздник, он ей говорит, ты что, типа, вообще охренела. И либо он от нее морозится, это в зависимости от уровня мужчины. Если он сильно статусный, то как бы вообще. Либо второй момент, он ее ставит на место, либо он понимает, что сейчас, если он ее будет ставить на место, ее накроет, она будет выяснять отношения с женой и говорить, что она его любит, а он любит только ее, и как бы надо, он не может жене объясниться. И он ей говорит, я тебя очень люблю, ты любовь в моей жизни, ты самая лучшая, но есть причины, по которым мы не можем быть вместе. Все, я обязательно, я буду на связи, я тебе напишу, позвоню, и все, шубу куплю. Но в следующий раз. Сейчас финансовый кризис. И вот она остается одна. Естественно, она не может долго оставаться одна, потому что у нее есть свои потребности, ей нужны деньги платить за квартиру и так далее. И она опять находит себе такого же мужчину, потому что она не может сейчас себе представить, что она пойдет строить отношения с мальчиком из своего универа, потому что у нее другие планы, и она для другого создана, и у нее уже есть куртка Дольче Габбана, уже ей чел купил, уже все. И мало того, она ее даже в комиссионке задорого не продает, поэтому она понимает, что надо что-то делать дальше. Вот банальный пример, но он действует абсолютно во всем. В работе происходит такая же история. То есть, например, у меня было, когда я была со свадьбами, я занималась, и, например, я себе там клялась, что я больше с таким типажом клиента работать никогда не буду, но потом я понимала, что мне снова нужен денежный клиент, а денежный клиент, он ведет себя так, как он себя ведет. И я снова в это вляпывалась, и снова получала огромный стресс, зарабатывала деньги и говорила, все, никакие деньги этого стресса не стоят. Но потом снова приходил такой клиент, потому что прошлый клиент, который устроил мне этот стресс, говорил, она крутая, иди к ней. И он ко мне приходил и говорил, ты сделала, Гриша, сделай мне. И вот у меня такой бюджет. И ты понимала, что ты, еб, сейчас можешь купить машину себе с этого бюджета, который ты заработаешь, и думала, ладно, ничего страшного, пострессую еще раз. То есть, вот вы должны понимать, что наши убеждения, они формируют наше поведение. И вот этот наш поведенческий фактор все время приводит нас к тому, к чему приводит. Сейчас, естественно, логическим образом будем разбираться с вами, как быть. Как вы относитесь к сексу на первом свидании? Это предложение в девушку вроде. А why not? Я вообще такая. Иду на первое свидание с мужем, и все как в первый раз. Ну, вот это очень для меня сложные вопросы, потому что я уже не припоминаю, что такое первое свидание, честно вам скажу. Сложно. Уже сейчас для меня сложно ответить на этот вопрос, потому что на него надо отвечать. То есть, в принципе, ничего в этом плохого нет. Но если, например, смотреть в долгую, тут очень важна стратегия, понимаете? Важна стратегия, с кем ты затеваешь отношения, какие отношения и так далее. Я все-таки стратег, я бы просматривала эти варианты. К чему это меня может привести? То есть, если это просто мальчик, который мне нравится, я не собираюсь за него замуж, то я вас умоляю, конечно, да. А если я, например, хочу построить какие-то более серьезные отношения, а чел типа занят, то нет. Потому что ему нужно создать вопрос добычи, да. И самой нужно вообще принюхаться и посмотреть, потому что мне не нравится. То есть, тут разные моменты очень. Я бы тут не была как-то слишком, слишком-слишком. Кстати, я в новом чате ни хрена не понимаю, сколько... О, вот сейчас вижу, сколько людей в эфире. Так, поехали дальше. Как в этом всем быть, да? То есть, у нас вот есть некая модель, и мы понимаем, что она в нашей жизни повторяется. Чего делать? Как я вам уже сказала, необходимо пройти в программу своих убеждений. То есть, подняться выше над проблемой. Не пытаться анализировать там, надо было ему это говорить или не надо было. Мы обычно как, блин. Может быть, это потому, что у нас был секс на четвертом свидании, а надо было на третьем. Может, потому что у меня были трусы не того цвета. Может быть, надо было ему сказать, я не такая. Может быть... Нет. Нужно подняться повыше и посмотреть вообще на уровень проблемы сверху. Что я хочу отношения со взрослым мужчиной. Почему? Потому что он состоятельный. Но я, наверное, понимаю, что большинство состоятельных мужчин, они женаты. Вот у меня было примерно так. Рассказываю как личную историю. То есть, когда я начала анализировать, почему я не могу построить нормальные отношения, я поняла, что я привлекаю определенный типаж мужчин. И что мое дальнейшее поведение обуславливает вот ту самую как бы ситуацию. Еще учитывая тот фактор, что я очень эмоциональная девочка, я могу создать очень много эмоций, мужчины этого всегда страшно боятся. Потому что для мужчины эмоциональная нестабильность самая страшная. Потому что его начинают колбасить и куражить, а мужчины очень не любят этого состояния. Ну, представляете, мужчина дома со своей женой, а его колбасит и куражит. Он хочет тебе писать, летать, волшебные крылышки. Вот нахер оно ему надо. Ну, представляете, насколько это небезопасно. То есть, мужик маску на себя особо повесить не может. Он вот это вот ерзает с этим телефоном, куда-то там бегает. Но он влюблен, влюбленный мужчина всегда себя ведет по-одинаковому. Поэтому мужчине, в принципе, как я понимаю, не очень удобно женатому иметь женщину, в которую он влюблен. Если он не умеет поставить очень четкие рамки. У меня есть один знакомый, замечательный, много лет. Я обожаю с ним встречаться, очень редко это происходит. Но он всегда рассказывает мне, значит, свои сериальчики, любимые. Я надеюсь, ты не смотришь мой эфир. Я не выдам тебя, если вдруг чего. Вот. И он несколько лет прожил с двумя женщинами. Он, причем на нейтральной территории. Он ушел от своей жены, содержал обеих, все. Не мог определиться. Это длилось пару лет. Это просто был пиздос какой-то. Но сейчас он, последние новости, которые были, он вернулся к жене. Но мне кажется, что он так и продолжает жить. И его жена обо всем об этом знает. То есть, вот это как бы, ну вот он такой. И женщина это позволяет. Но тем не менее, мужчине не очень выгодно быть влюбленным. И вот и все. Поэтому тут важно понимать стратегию своего поведения. И первое, что значит нужно себе, как я себе сказала, женатых мужиков больше не будет. То есть, я хочу себе мужчину постарше, но не женатого. Ну, типа, бывает же такое. Ну, наверное, бывает. Почему, опять-таки, я хочу себе постарше? Ну, потому что в моем понимании, постарше мужчины, это был мужчина, который состоялся. То есть, у меня был опыт отношений. Это тоже мое убеждение, сформировавшись. У меня был опыт отношений с мальчиком. Ну, он тоже был старше меня. Но, с которым я пыталась, типа, давай построим бизнес, пыталась его подтолкнуть к деньгам, он не двигался. И я поняла, что больше не хочу никого толкать к деньгам. Я даже не знала, что дальше будет происходить. Поэтому я себе искала мужчину, который уже состоялся, который не будет меня унижать за то, что я хочу себе кофточку или курточку, который не будет там, ну, короче, который не будет брать у меня деньги и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, естественно, я понимала, что мужчина постарше – это для меня. Но когда я познакомилась со своим мужем, тогда еще не мужем, он был женат, естественно. И поэтому я сразу же не рассматривала его вообще как партнера. То есть сразу же. Я его сразу же решила рассмотреть как друга. Я подумала, что это очень удобно, что теперь у меня будет такой друг. То есть он мне будет рассказывать, как себя вести надо правильно с мужчинами. Я думаю, супер, вообще отличненько, замечательно. Теперь он мне будет подсказывать, у нас такие замечательные дружеские будут отношения. Вот и так далее, и так далее. Я ему сразу же рассказала про все свои, значит, там, мужчины, любови. Все, что только можно было, я ему тут же все рассказала, чтобы обезопасить себя от всех отношений. И сразу же расставить дружеские рамки в наших отношениях. Все, как бы. Сразу вот так вот я решила. И я модель своего поведения, естественно, изменила. Никакой романтики, сексе на первом, втором или пятом свидании речи не шло вообще. То есть моя модель была в корне изменена. И что произошло? Мужчина начал смотреть на меня не как на женщину, а тоже как на подружку. То есть мы начали друг другу рассказывать такие штуки, которые мужчина и женщина друг другу не рассказывают. Мы не флиртовали, а мы, типа, просто делились, общались, то есть встретились. Было интересно нам. Вот эта вот ключевая фраза, было интересно. И, соответственно, вот этот вот парадигма, вот этой вот, в которой мы все время находились, она сменилась. То есть я не стала с ним, там, флиртовать, там, типа, побольше декольте выставлять, там, чего-нибудь такого. Нет, я, наоборот, была совершенно другой Олей, такой, типа, в доску своей прикольной нормальной Олей. Вот он там при мне звонил своей жене, там, ходил со мной в кино, говорил, что я иду с Олей в кино. Ну, то есть вот так это было. Ну, по-дебильному, конечно, я согласна. Но, тем не менее, это была смена, слом парадигмы. И я на него смотрела совершенно иначе. И это позволило мне и ему в итоге прийти к другим отношениям, посмотреть друг на друга по-другому. Потому что, ну, и Сережа, как бы, вел свободный образ жизни. Вот он рассказывал мне тогда. То есть он был женат, ну, не то, чтобы у них были свободные отношения, но для него было вообще нормально, что у него много женщин. То есть это было его, он мне об этом рассказывал, я говорила, ну, странно, у тебя жена какая-то, ну, я бы так вот не это. То есть, понимаете, это были другого формата отношений. И рассматривать, чтобы, если бы мы не зашли через интерес, то для него было бы вообще нормально, чтобы я там стала его тоже любовницей, потому что у него их там было еще 26. Ну, поскольку я не собиралась ей становиться, вот, вот наши отношения и зашли через другой ключ. И когда вот сейчас мы даже иногда бывает ржем, он говорит, я вообще не понимаю, я говорю, что ты вообще дурак развелся? Зачем тебе это было надо вообще, жениться на девочке? Он же сделал мне предложение, я там, через месяц. Я говорю, что вообще на тебя напало? Почему? У тебя была куча всех женщин гуляли. Чего? Тебя никто не трогал. И ржет. И говорит, я тоже не знаю, почему вообще. Меня никто не трогал, никто меня ничего не заставлял. Почему я это сделал? Поэтому вот эту парадигму нужно менять. Поэтому каждый раз, когда у вас происходит какая-то история, вы должны подниматься на уровень своих убеждений и смотреть, а что у меня есть в голове. Какие такие убеждения сформировали мое дальнейшее поведение? Почему? Что я делаю? Потому что если вы будете просто пытаться анализировать, то тогда, ну, свои действия, то вы будете просто сидеть и камушки рассматривать. Этот камушек желтый, этот немножко ребристый. Вот, собственно, и все. Так, мне кажется, если у человека есть амбиции, то это с молодого возраста проявляется, а возраст здесь не имеет значения. Я не знаю, при чем здесь амбиции в данном нашем разговоре. Может быть, они были при чем-то, но я уже не помню. На самом-то деле история только одна. Это то, что для того, чтобы наши действия могли с вами измениться, для того, чтобы мы могли с вами получить новый результат, вы это слышите все время, но не слышите до конца, необходимо начинать смотреть на ситуацию иначе. И если сегодня у вас есть проблема, например, с деньгами, но вы продолжаете делать по привычке то, что вы делали, потому что мы с вами живем в кругу определенных привычек. Если вы сегодня делаете на завтра то, что вы делали вчера, то не ждите, что у вас будет новый результат. Вот понимаете это? Ну вот это во всем проявляется. Например, у меня много лет там болит спина все время. И там я делала все время тот же набор действий, который делала моя мама. Там ездила к одному дядечке, который вставлял мне эту спину, и она у меня продолжала болеть. И вот это происходило долго-долго-долго-долго, пока я подумала, ёпси, так может хватит ездить к этому дядечке, если это вообще не дает никакого мне результата, и моя спина все равно болит. Может сходить к другому дядечке, у которого какая-то другая история. Вот я пошла к другому дядечке. И теперь у меня будет какой-то другой результат. Понимаете? Когда мы продолжаем делать то же самое, ничего не происходит. Вы ходите на работу, вам платят какие-то деньги, вы делаете какую-то работу, при этом вы лучше в работе не становитесь, денег вам больше не платят, но вы надеетесь, что ваш доход вырастет. Откуда? Откуда он вырастет? Вы не устраиваетесь на другую работу, вы не работаете параллельно, вы ничего нового не придумываете, но вы ждете, что ваш доход, вы медитируете на это. Какого хуя вы на это медитируете, простите? Или вы живете в отношениях, которые вам не нравятся, у вас там все плохо в этих отношениях, и вы мечтаете о ком-то, но вы не знакомитесь ни с кем, вы же в этих отношениях. Эти отношения не желаете разрывать, и при этом вы сидите и говорите, ну, мне не нравятся мои отношения, когда-нибудь у меня будут нормальные. Как? Вопрос как? Как к вам это может поступить? Ну вот как? Объясните мне. Человек говорит, Оля, я хочу изменить свою жизнь. Я говорю, ну, приходи на рерайтер. Он говорит, ой, ну, я сейчас заканчиваю курс, значит, там, не знаю, по дикции. Что? И что? Ну, мне же надо закончить курс по дикции. Да иди в жопу, блин, заканчивай, что ты хочешь тогда. Если я хочу изменить свою жизнь, я становлюсь и понимаю, что это для меня самое главное сегодня. И в конце концов я могу совместить как-нибудь с дикцией. Но человеку очень сильно нравится говорить, что я чего-то хочу, но продолжать для этого ничего не делать. Ничего. И вот он сидит и говорит, не меняйте. Запомните, если у вас не меняется, то это потому, что вы не меняете. Вы не меняете. И меняться у вас начнет в двух случаях. Первое, вы начнете менять. Второе, ваше внутреннее, так называемое, высшее я, которое связывает вас со всем миром, скажет, как бы мне, блядь, тебя подтолкнуть? А на тебе рак. А на тебе перелом ноги нахер. А на тебе аварию такую. На тебе что-нибудь, сука, делай. Вот так вот с вами говорят. А вы потом сидите и говорите, что-то мне не везет. Да потому что вы же не слышите. Вы же глухеньки. Проблемки с ушами. Поэтому вот такое и происходит. Вы, я все время об этом говорю, много лет. Почему вы этого не боитесь? Почему вы не понимаете, что естественный процесс человека – это развитие? Это развитие. Когда вы не развиваетесь, вы автоматически деградируете. Нету в жизни понятия «стоп». Нету. Вам кажется, вы стоите, а жизнь проходит мимо вас. Значит, вы деградируете. Понимаете? Вы можете либо идти вперед и эволюционировать, либо деградировать. Стоять и ждать – нету такого. И когда вы стоите и якобы ждете, у вас начинается деградация, но ваше внутреннее «я», которое вас страшно любит, которое является вообще связью всех ваших жизней, оно говорит «ты что стоишь? Как бы мне тебя сбить? Как мне тебя сбить? Так, эй, эй, давайте, херать тебе в голову что-нибудь. О, на, блядь, опухоль получилась. Ну ничего, проснулся, захотел жить. Давай, 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 беги, беги». Вы понимаете, что вы делаете с собой? И вы это делаете не только с собой. Иногда это делают с вашими детьми, чтобы вы, блядь, проснулись. Вам оно нравится так сильно? Вот это просто капец какой-то. И это не вопрос амбиции, это вопрос жизни. Амбиции – это такой, знаете ли, бонус. Это когда ты берешь хэппи мил, а там лежит два подарка. Вот это амбиция, это тебе повезло. Но по умолчанию один подарок у тебя есть всегда, понимаете? А вы не хотите этого понимать. Не хотите. Потому что, например, люди, которые ходят на эфиры, подобные этому, я надеюсь, что он бесподобный, это люди, которые начинается осознание просыпаться. Потому что другим это вообще. Как тетя только что написала мне в Ютубе, пришел комментарий. «Переливайте из воды, из пустого в порожнее, оморочите людям голову. Не верю». Сказала какая-то там Фрося. Замечательно. Не знаю, как Фрося вообще зашла ко мне на канал. Неудобно перед ней. Фрося, надо там фроситься. Но если вы это слышите, если вы это понимаете и по-прежнему продолжаете делать то, что вы делали, и у вас не меняется ни финансовая ваша сторона, ни личная ваша сторона, ни то, в чем вы хотите прогрессировать, то, ребята, вы деградируете. Вы сидите и мастурбируете свой мозг. Так, уже третий год подряд в октябре бизнес в попе. В октябре полный ноль, постоянно одно и то же. Ну, значит, надо смотреть, что я могу сказать. Значит, у вас есть некие моменты, которые нужно просматривать и понимать вообще. Может быть, я думаю, что вряд ли у вас до этого бизнес очень круто. Просто, наверное, октябрь – это ваш совсем плохой месяц, а остальные просто чуточку лучше. Ну, здесь нужно анализировать свой бизнес, развивать, смотреть, что вы делаете, раскрывать его. Я не могу вообще сделать бизнес-анализ. У меня три года минус 200 тысяч в бизнесе. Вам вообще нужно давным-давно закрыться, потому что вы удивительный человек, относитесь к категории людей, которые развивают свою неудачу и упорно продолжают с этим сражаться и надеются, что что-то будет по-другому. Вам надо это закрыть, просто эту яму, которая вас тянет вниз, постоянно и убивает. Наконец-то признаться себе, что в этом вы не состоялись, это не ваше, и начать что-то по-другому. Это как женщина, которая живет с мужиком, которая пять лет ее лупит, и она надеется, что на шестое он начнет ее любить и дарить ей цветы. Вы берете, простите, сейчас скажу, как есть, уебываете свою жизнь, понимаете? Воспаление легких два года подряд. Вот, конечно, она вам говорит, блин, ты сдохнешь скоро, задохнешься скоро, хватит тянуть, закрой это, выдохни, признайся себе, что да, это голимая, пойди дальше. Нет, я же, блядь, баба, я буду спасать, я буду дальше идти, но я не сдамся. Дура! Ну, простите, кто-то же вам должен это сказать? Как понять, что ты развиваешься? Ты растешь. Тебе нравится твоя жизнь, у тебя становится во всем больше. У тебя становится больше удовольствий, больше денег, больше возможностей, больше друзей, больше сил и, самое главное, больше энергии. Развитие – это всегда момент энергии. Как вдохновлять мужа на успех? Бросьте его, бросьте своего мужа и дайте ему возможность сразиться за вас, и тогда он вдохновится на успех. Либо он с облегчением выдохнет и поймет, что, наконец-то, он без вас может плыть хорошо. У меня есть отдельный эфир по этому поводу, не поленитесь, обязательно посмотрите. Вы должны, ребят, научиться смотреть правдиво, правдиво на ситуацию. Можно врать себе, это, как, знаете, утягивающие трусы. Раньше, как это называлось, телемагазин это показывали часто. Можно свой живот укомплектовывать в утягивающие трусы. И один вопрос, если вы срочно куда-то идете, поправились, вам не сильно хочется, чтобы булки торчали, но вы зачем-то решили надеть облегающее платье, что всегда меня в телемагазине поражало. Что обязательно, если ты жирная, то ты должна надеть утягивающие трусы, чтобы надеть бандажное платье. Но если вы собрались на свидание и вообще хотите менять свою жизнь, то утягивающие трусы – не лучший вариант. И это страховочный ваш вариант, там, не знаю, куда-то. Но лучше похудеть. То же самое и здесь. Зачем вам постоянно придумывать себе какие-то утягивающие трусы? Ведь вот кто тут написал о том, что минус в бизнесе – это ваша мощнейшая энергетическая воронка, которая вытягивает из вас силу и энергии. Вы все время об этом думаете, и вы не можете на этой почве никак вырасти. Мощнейшая. Как и кредиты, которые убивают напрочь энергию, забирают и делают вас бедными. Если это те кредиты, которые не приносят вам деньги, а которые взяты на бытовые какие-то нужды, и вы с ними не справляетесь. Так, если муж растет и развивается, но вечно недоволен, ему всегда мало. Оставьте его в покое. Это же ваш муж. Вы довольны или нет? Вот какая нам разница, что там муж, доволен или нет? Это его отношения с его бизнесом и с его деньгами. Если он недоволен вами, и ему мало вас – это ваше дело. А то, какие у него отношения с бизнесом, с деньгами – это его отношения, и, возможно, они у него каким-то образом строятся. У нас всегда есть такая, знаете, привычка, когда мы не занимаемся собственной жизнью, мы пытаемся влезть в жизнь детей и в жизнь своего мужа. Детям рассказать, как им жить, мужу рассказать, собаке. Займись собой, я всегда говорю, себе в том числе. Если я так и говорю, Ермилова, иди займись собой. Хватит тут всем рассказывать, что кому делать. Иди займись своей жизнью. Нечем заняться? Поэтому оставьте своего мужа в покое. В тот момент, когда будет что-то не так, и это будет отражаться на вас, тогда вы имеете право сказать, дорогой, ты знаешь, мне как-то херовенько рядом с тобой, давай-ка ты как-то булками пошевелишь. У нас, у женщины принято, что она должна охранять этот очаг и что-то делать. Пока вы охраняете очаг, поверьте, он где-то найдет другой очаг, в котором ему будет весело. Поэтому будьте веселенькой женой. Будьте женой бунтовщицей. Будьте женой, с которой, блядь, ему никогда не будет скучно. Будьте женой, которая хочет всего. Которая, вот понимаете, с которой не скучно. Я уже поняла, что самое опасное, это быть скучной в отношениях. Все. Мужчина все время ищет чего-нибудь веселенького, остренького. Он так говорит, что я хочу, чтобы дома было спокойно. Ни хера, он этого не хочет. Если вы дома спокойны, поверьте, он обязательно найдет место, где ему будет веселенько, не очень спокойненько. То есть это я просто наблюдаю уже везде. Со стороны, когда я пытаюсь анализировать, почему это с людьми произошло, я просто понимаю, что в какой-то момент она стала очень хорошей девочкой. Это вредная опция для женщины. Так. Ой, спасибо, Андрей. Очень неожиданно, конечно, вдруг от мужчины на таких волнах. Ну, спасибо большое. У меня как раз переломный момент, решила бросить парнем, с которым пять лет, а от него не дождаться предложения замуж. Ну, и правильно сделали. Найдете себе другого парня. Вообще пять лет это сильно много. Вот как по мне. Я вообще не понимаю, зачем уже жениться через пять лет. Я бы сейчас замуж, хер бы вышла. Вот правда. Я даже Сереже недавно говорила о том, что я бы сейчас замуж, вот в данный момент, в данном статусе я бы не выходила замуж. Зачем оно мне надо вообще? Отношения, да, прекрасно, замечательно. А замуж зачем? Белое платье. Тут, понимаете, вопрос же не в том, что он не берет замуж. Вопрос в том, почему он не хочет с вами какие-то отношения узаконить. Почему? Значит, у него есть какие-то моментики и нюансики. И женщина, повторюсь, мне кажется, поведение женщины должно быть более смелым. Когда женщина смелая, она самодостаточная, мужчина хочет ее к себе каким-то образом привязать. Когда он чувствует, что женщина и так бегает возле него, а нафига тогда напрягаться? Это же такой моментик. Моментик, сказала бы я так. Почему? Я постоянно повторяю в одном и том же. Развивайтесь, будьте самодостаточны для того, чтобы вам самим с собой всегда было не то, чтобы интересно, а для того, чтобы вы никогда не переживали и не строили отношения на базе того, будет ли у нас общий дом, общая машина, кто что кому купит и с кем если что останутся дети. История про самодостаточность самая крутая, потому что это всегда остается с вами. Я всегда говорю людям, которые на кого-то работают. Прокачивай в себе какие-то качества и не бойся отдавать их компании, потому что если ты уйдешь с компанией, эти качества останутся с тобой. Они компании не достанутся. Они ты их прокачаешь здесь, но они будут с тобой. Поэтому не бойся никогда переработать или сделать больше или сделать лучше. Люди часто говорят, ой, мой босс этого не достоин, они меня не оценят. Да насрать, оценят или нет, ты для себя это делаешь. Точно так же и в отношениях, понимаете? Когда я себя развиваю, когда я делаю свой бизнес, когда я учусь зарабатывать, коммуницирую с другими людьми, я это делаю не для того, чтобы мой муж гордился или наоборот я этого не делаю для того, чтобы мой муж не думал, что я лучше него. Я все делаю для себя. Потому что когда у нас идет история про себя, нам интересно с такими же самодостаточными личностями. Мы друг друга понимаем, мы говорим на одном языке. У нас все понятно. Вот мы с Режей, например, партнеры в бизнесе. У нас очень разные с ним задачи. И каждый выполняет огромное количество работы. Просто невозможно. Чтобы вы понимали, сегодня за полтора часа мне надо было написать мини-книжку. Я ее написала. Просто села и написала мини-книжку от и до. И говорю ему, все, я пошла вести эфир. Он мне говорит, ты какая-то машина. Как, как? А сам сидел, у него сегодня были там консультации, он брал, кучу всего тоже делает. И вопрос в том, что у нас нет друг к другу претензий, чем ты занят целый день. Почему ты занимаешься какой-то фигней, или там, почему ты не уделяешь мне время, или на что ты тратишь время. Потому что мы, каждый из нас занимается своей работой, и мы уважаем друг друга за это еще больше. Мы понимаем, что мы делаем. Когда один из людей чем-то занят, а второй пытается оторвать второго отдела, да, типа там, обрати на меня внимание, или мне не хватает денег, или у меня еще что-то. Это всегда проигрыш. Поэтому всегда работайте над собой, всегда ищите ответы, всегда разбивайте себя. Это ваше самое ценное богатство. Мужики, жены могут меняться, вы у себя не изменитесь, вам придется с собой долго жить. Замуж есть смысл выходить, когда есть общее имущество. Да нахер оно вообще вам надо? Выходить замуж, разделите заранее, если для вас так важно, заберите все себе. Вот, и все. Я, например, не... Ну, я вообще таких вариантах не думаю. Делить имущество, ничего никому не дам, проще отравить. Так, у нас с мужем у двоих второй брак, живем в доме свекра, я хочу быть с мужем, наше жилье он не хочет. Как быть? Ну, я бы однозначно, по всем вообще законам жанра, я бы ни за что не жила ни с каким-то свекром и ни с кем другим. Ну, то есть, вот сто процентов. Вообще, это по всем законам жанра плохо. Семья ваша должна жить отдельно. Вообще, не то, что ваша. Вообще, семья отдельная должна жить отдельно. Капайте, ищите, через что вы это будете делать, через что вы будете манипулировать своим мужем. Это, не знаю, правильно или неправильно, я всегда ищу точки манипуляции на людей, потому что я не знаю другого способа воздействия. Манипуляция, это означает найти те ситуации, в которых ваш мужчина готов что-то слушать, потому что мы же изучаем партнера, с которым мы живем, и мы знаем, когда можно какие-то темы поднимать, когда нельзя. Вот, я очень этому мастерству сильно обучилась, когда мой муж не хотел детей целый год, он говорил мне о том, что я не хочу детей, я не хочу детей, а я хотела детей. Вот, я все время искала моменты, когда можно было как-то вот эту тему все-таки поднять. Вот, поэтому ищите, смотрите, если это будет настолько принципиально, ну, надо задавать ему вопросы, а в чем, собственно, проблема, почему. У него же есть какая-то причина, почему он там хочет быть. Может быть, ему страшно, что он недостаточно зарабатывает, или там, не знаю, он боится, что дом кому-то после смерти чей-то достанется. Нужно всегда докапываться до причин. Ищите причину. Вот всегда важно найти причину. Когда вы нашли причину, вот семечко нашли, тогда вы можете решить вопрос с плодом. Не просто так это все происходит. Но чаще всего это, конечно, материальная история. Вот, поэтому, если вопрос материальный, значит, вам нужно сделать из мужа своего миллионера. Вот, или проверить, хочет ли он быть миллионером, или найти другого мужа. Вариант, отметь ли он. Вопрос, чего вы хотите. Копайтесь, копайтесь, и вы докопаетесь. Осознанность – это момент, когда мы понимаем, что мы управляем своей жизнью, просто нам нужно уметь задавать себе правильные вопросы и другим людям правильные вопросы. До тех пор, пока мы считаем, что от нас ничего не зависит, вот, и единственное, что мы можем сделать, это сходить на выборы, то как бы, ну, это моя личная позиция. На выборы сходите, конечно, можете за меня проголосовать. Я даже не знаю, какие выборы и кого выбирают. Но, наверное, будет все хорошо. Это я про Украину или про Киев, тоже не знаю. Ладно, это не важно. Итак, давайте с вами, ой, уже куда я сделала. Как проверить мужа, может ли он быть миллионером? Ну, если до сих пор не разбогател, значит, не может. Вы думаете, у него есть где-то в заднице чип? Он может быть миллионером или он не может быть? Вы знаете, как правило, лидерами люди рождаются чаще всего, и в них это видно. То есть я никогда не видела пассивного человека, который вдруг в какой-то момент разбогател. Я видела очень много активных людей, которые много лет не богатели, а потом становились таковыми. Но я никогда не видела человека, который бы ни черта не делал, а потом бы вдруг случайно разбогател. Ну, не знаю, бывает такое или нет, не хочу вам давать какого-то убеждения. Но как бы мы же всегда с вами чувствуем успешных людей, мы чувствуем энергию этих людей. Энергия всегда ощущается, всегда. И как правило, люди, которые привыкают чего-то достигать, они победители. Вот у них энергия драйва. И они всегда занимаются спортом, кстати. Это я тоже заметила. То есть вот люди, которые... То есть у них вот все время какая-то есть такая... Не важно, чем они занимаются, но у них все время есть потребность в движении. Скорее всего, связаны как-то с энергией. Так, мы живем отдельно, но в доме у свекр. Он говорит, это же наше, но я не чувствую себя там хозяйкой. Вопросы прописки и ремонт из-за этого откладываются на года, и все через скандалы и ссоры. Ага, ну, Алла, я не знаю, может быть, вы просто придумываете себе какие-то проблемы, вот. Может быть, у вас есть какие-то старые убеждения, где-то вас куда-то не прописали. Нахуй оно вам надо? Вот скажите мне, пожалуйста, ну, может, вы умрете завтра, идете по лестнице и ногу подвернете, вы из-за этого ссоритесь. Вы лучше проверяйте, хорошо ли вам с этим мужчиной, кайфуйте, находите что-то позитивное, потому что, возможно, из-за того, что вы на этом циклитесь, вы притягиваете этого еще больше. Скорее всего, так оно и есть. Поэтому я вам рекомендую просто от этой темы свой мозг отогнать. Помните, то, о чем вы думаете, то и растет. Вот, еще разведетесь из-за этого гребаного дома. Ну, живете себе сами, вам кайфово, все, отстаньте. Поживите себе спокойно, свободно и в удовольствие. У женщин есть такая история тоже, думать о прописке, а еще о чем-то, да расслабьтесь, потом разберетесь. Попробуйте покайфовать. Если ему еще 20, то как ему миллионером стать? Я вас умоляю, очень просто. Вопрос вообще не в возрасте. Вообще не в возрасте. Вот у вас есть убеждение, вот мы сейчас видим по вашей улыбке, Настя, что у вас есть убеждение, что если мужчине 20, то он не может разбогатеть. Почему? Посмотрите, какое огромное количество миллионеров у нас юных, даже ютюберов. Посмотрите, это ваше убеждение, что можно быть богатым только в каком-то возрасте. Это не правда абсолютно. Поэтому поработайте над этим. Парень относится неуважительно, просто так может сказать, что дурочка глупая, я говорю, что мне это не нравится, но он продолжает делать. Как быть, уйти? Ну, уйти, конечно, уйти, показать демонстративно, что мне это не нравится, я так не позволяю. Если парень не поймет, найдите себе нового парня. Вот, умоляю, у вас еще нет детей с ним, собаки, вот, вам еще рано пилить его бензопилой. И потом, кстати, дома всегда покупаете с погребом. Понимаете, да? С погребом. Хорошая, и лучше, чтобы болотная местность была рядом. Ну, ничего, потом найдут. Не найдут, точнее. Или найдут, ну, не важно. Можно еще собаку, какую-то Баскервилля. Чтобы сожрала нахрен. Вот, мне очень нравился сериал домохозяйки. Как они отчаянные. Ну, кстати, шутки-шутками. Ну, неплохо, когда мужчина немножко вас побаивает. Ну, так, вы так веселенько-веселенько, но иногда зубками клацнете. Такое. Хер знает, что там в голове у бешеной бабы. И хорошо, чтобы это был не хер. А то это будет совсем. Хотела с вами эту интимную тему поднять, но не буду. Как-нибудь сделаем другой эфир, закрытый, без мужчин. А то они потом спать ночью не будут. Да, видите, я рада, что я вас повеселила. Итак, хорошо, я уже хочу заканчивать эфир, потому что пора. Уже вижу по времени, что пора. Друзья, давайте вернемся к основному. Основное заключается в том, что так или иначе, для того, чтобы мы с вами научились управлять своей реальностью, управлять своей жизнью, нам необходимо привыкнуть к тому, что мы хозяева своей жизни. Мы хозяева этой реальности, и мы можем это делать, но нам нужно научиться, потому что нас этому, ну, почему-то никто не учил. Так вот, именно по этой причине я вас, как всегда, приглашаю на свой марафон Рерайтер Жизни, который стартует у нас уже неделя, по-моему, осталась. 1 ноября у нас новый старт, новый поток. Скоро у нас, кстати, стартуют продажи, начиная со следующей недели, пробной версии, которая будет доступна за 5 долларов. И вы сможете нырнуть в марафон и посмотреть изнутри, как это выглядит. Я вас туда приглашаю. Во-первых, потому что это вход на следующие все уровни, которые у нас там есть. И у нас в конце ноября стартует марафон Денежный Портал, который будет только для участников марафона Рерайтер Жизни, где будет двухмесячная программа по проработке сугубо денежных программ. Потому что там по деньгам у нас просто некопанное поле. Там будут очень глубокие медитации, там будут очень глубокие выкопы всего того, что мешает нам, собственно, привлекать к себе деньги. И там будет очень много инсайтов. Но это будет там. А вначале я предлагаю вам поработать и вообще понять, как работает и устроен ваш мозг, ваше подсознание, осознание. И, конечно, написать книгу своей жизни, в которой мы попытаемся сформулировать и найти ответы на вопросы, о какую жизнь я вообще хочу. Хочу ли я жить со свекром, как я хочу, чтобы мой парень ко мне относился и так далее. И какие ситуации в моей жизни должны быть, а каких не должны мы писать не будем. Поэтому я вас приглашаю и очень надеюсь, что нас уже там, по-моему, под сотню сейчас. Я в этом месяце планирую 200 человек нас собрать, поэтому присоединяйтесь. У нас там мега супер-пупер круто. Я все время нахожусь с участниками, поэтому скучать не приходится. Всем желаю замечательного дня. Попрошу вас, если вам не лень, попрошу вас оставить комментарий после того, когда я публикую это видео, чтобы написать, понравилось оно вам или нет. Советуйте вы его посмотреть или нет. Может быть, какой-то свой инсайт. Я вам буду очень-очень признать. Научитесь быть благодарными, если хотите получать благодарность в ответ от Вселенной. Всем большое спасибо и до встречи уже в понедельник. Спасибо.